Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и я продолжаю на уровне сложности божество за Вьетнам знакомиться с новым патчем и обновлением 7R Civilization 6 New Frontier Pass с режимом корпорации Monopoly. С режимом, конечно, это не мод. Ну, злые соседи пытаются уничтожить Вьетнам в зародыше. Они знают, какие потом слоны будут у Вьетнама. Жирные! И мы тут сопротивляемся вовсю. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео. Ну, а спонсоры канала всей серии могут посмотреть сразу во вкладке сообщества. Спасибо им, кстати, за поддержку. Все вышли в Золотой Век. Это здорово. Давайте думать, брать ли мне вольнодумство. У меня пока нету коммерческих районов. Монументальность. Ну, не то, чтобы у меня много веры, на самом деле. Ну, исхода евангелистов точно нет. Каждый город плюс один культуры за каждыми районами нет. Ну, наверное, все-таки стоит вольнодумство взять, потому что я должен центры коммерции строить стопудово. И я именно с них начну даже. Ну, естественно, свой уникальный район везде построю. Давайте, наверное, вольнодумство, по идее... По идее, должно более-менее науку мне давать. Так, теперь с этими ребятами. Убиваем. Давайте апнем вот этого влучника. Дальше пока постоим. Этот лечится. Этим сюда. Этим отходим. Дальше, чтобы меня тут не убило. Так. Дальше. Этим сюда идем. Обрабатываем жилье... А, блин, я... Забыл, видите, с прошлой серии забыл совершенно, что я хотел сначала красить или обработать, потому что у меня счастья нет. Тут, конечно, не очень правильно. Надо было сначала красить или обработать, чтобы счастье появилось. Конечно, тут производство появляется, но... У меня в этом городе, ну, и так нормально, не то, чтобы мне оно было срочно нужно. Так. Наверное, все-таки пингалу возьму. Я не думаю, что мне тут Виктор нужен. Давайте пингалу. А вот то, что я буду по науке отставать, это стопудово. Поэтому пингалу нужен. Так, 35 денег. Пока не апгрейдим больше. Прощников. И здесь... Ну что, может открыть мистицизм? Так, а что я тут поставил? Тут пока создание... Может тут тоже сменить? Ну, у меня тут больше... Мне, конечно, тут ничего и не надо, с другой стороны. Против варваров... Не надо. Ну, может поставить против кавалерии уже. Хотя я у меня кавалерии только через пять ходов. За другой стороны, я могу тяжелую колесницу построить. Ну, нафига мне тяжелая колесница? Я бы всадников построил. Это 36 все-таки. А тут 28. 28 это практически как дуболом. Дреховая езда. Но с другой стороны... Что я следующее хочу открывать? Мистицизм через три хода. Да, то есть тут вот можно будет... Ладно, пошли в мистицизм. Я кардив заодно за союжу этим апостолом. Ну, я вот думаю, поставить ли мне на поселен... Наверное, все-таки стоит поставить. Давайте поселенца. Здесь. Не, оставлю. Вдруг все-таки юниты придется строить. Это оставлю. Тут на поселенце и просто вот... Тханглонге я начну поселенца следующее. После стен. Я просто, знаете, мне надо подумать, где мне этот уникальный район в столице ставить. То есть если тут против Вавилона стопудово я правильно поставил, то есть тут не имеет значения соседство, то тут... Я вот думаю, что, наверное, не стоит, потому что мне этот район дает плюс две культуры за соседство, да? И тут можно... Ну, вот смотрите, например, здесь... Где-то здесь возможен производственный район. Тогда вот сюда можно было бы этот... Нет, или даже сюда этот военный лагерь поставить. Тогда чтобы плюс два вот здесь производственный давал. А тут он будет давать плюс два от этих ресурсов. Хотя, блин, производственный район в Холонге вообще вот тут офигительно становится, если тут, конечно, лес посадить. Потому что здесь производственный, здесь акведук. И производственный по плюс одному вот от этих вот всех. Три, пять, плюс пять, плюс шесть вообще может иметь. Кстати, а давайте мы и так и отметим. Тут реально именно вот так надо ставить. Получается. Ну вот. Ладно. Тут по поводу военного лагеря надо еще подумать в столице. Достаточно жемя. Тут ничего не золочено. Тут, блин, тут уже минус два довольства. Уже минус десять процентов идет к производству всего. Вот поэтому и надо было красители обработать. Так, давайте тут тоже на производство пока поставлю. Так, а тут надо будет кофе сразу идти обрабатывать. Кстати, и... Слушайте, я тут смогу... А, я же еще не открыл, блин. Я забыл, что я не открыл деньги. Корпорации я еще не могу. Давайте после верховой езды пойдем в деньги. Да хоре, тут уже меня мутузит. Так, пойди, мы должны этого убить сейчас. Значит, работаем. Так. Давайте я апнусь. А ну не добиваю. Так, этого мы убьем вот так. Да, блин. А вы прикалываетесь. Надо мной игра постоянно прикалывается, ребята. Это просто нечестно. Давайте встану так. Тут он точно не убьет никого. Стены есть. Но я не знаю, что рассчитывает Симон. На самом деле. Не знаю, почему он не хочет мир заключать. Чего он ждет. Так, теперь возвращаемся к красителям. Здесь, пожалуй, монумент стоит сделать. Блин, как бы мне вот эту территорию посмотреть, что там. Что там. Ну, то есть, вот тут, очевидно, где-то раз... Вот тут где-то город ставится. И он даже очень неплохой будет. Но вот это постоянный навал от Колумбии. Тут даже лояльности никакой нету от Колумбии. Видите? То есть, вполне ставится. Но Колумбийские ребята под Коксом просто не в состоянии сдаться. Не добил. Так, тут можно выкупить клетку сразу. Видите, выкидывает юнит. Я могу спокойно... Наконец-то так. И наконец-то так. И у меня, слава богу, ушло недовольство. Отлично. Так, ну тут, правда, жилья нету. А вот тут есть жилье. Тут можно расти. И здесь можно расти. Так, надо будет пойти красители еще обработать. И мы сможем корпорации делать. Стоим. Блин. А, нет, уже не... Это, кстати, из-за несчастья было. Он утрачивал лояльность. Что нормально. Так, слушайте, по идее мы должны догнать этого парня. Ну, должны убить. У нас же больше... Это хорошо. Ммм, лисички тут. Да, я тут где-то очень хочу город поставить. Это очевидно, что мне вот этого поселения надо куда-то сюда будет везти. Ну, и лояльность от столицы будет хорошо работать. Не знаю, давайте сюда пока. Просто, чтобы засвечивать территорию. И смотреть, как оно. Мне бы вообще какой-нибудь бы юнит в этот город завести, поставить. Это у нас случай 34-31. Это значит, что Вавилон либо всадников построил, либо мечников. Скорее даже... Скорее даже мечников. Ну, блин. 145-130. У вас даже уже армия практически одинаковая. Что Колумбия еще хочет, я не понимаю. Стоит, лечится нормально. Так, ну заповедник, наверное, не будем ставить. И вот здесь, наверное, поставим уже на кавалерию, да? Один ход до кавалерии, да. Я бы всадников сделал. Вот после посела я сделаю всадника. Так, тут умирает у нас дурачок, который решил не убегать никуда. Слушайте, ну по идее, если мы сюда встанем, то мы как раз следующим ходом туда дойдем. Нет. Не ускорится у нас перемещение. Тут, наверное, стоим. Тут подходим. Так, тут холм. Нет, равнина. Тогда сюда подойдем. Все еще нету лояльности. Интересно. Какого хрят? Откуда он вообще приперся? Где-то здесь, что ли, эта Колумбия долбанная приперлась? Он вообще кого-нибудь кроме меня встретил? Конечно, куча народу. А воюет со мной. Ну, наркоман. Это вот видно. Наркоман. Шизоид. Наркоман. Видно. У него там где-то кока растет. Ребята, не употребляйте наркотики. Вот видите, вы так будете поступать. Это вот вам типичный пример. Цивилизация образовательная. Не надо так делать. Вы свою цивилизацию приведете к смерти. Так, дальше я хотел вроде как где-то тут вырубить лес, чтобы поставить военный лагерь. Но теперь я передумал. Я лучше пойду... Блин, еще катапульта тут. Я лучше пойду все равно рабочим. Там, правда, через два хода свой будет рабочий. Ладно, подождите. Через два хода свой рабочий будет. Так, ну, я не знаю, тогда пока... Знаешь, пускайся он в городе постоит, пока я подумаю. Мне, конечно, всадника надо будет сразу в Куанг-3. Мне не нравятся эти перемещения в Вавилон, а тем более у него армия явно... Побольше и получше, чем у... Колумбийского товарища. Ну, тут, слава богу, еще перемещение... То есть он, конечно, объявит мне войну и будет долго еще идти. Я смогу его пообстрелить. Слушайте, а давайте мы... Вот так сделаем. Пойдем прачником туда на всякий случай. Тем более, что есть... Дорога. Тут я лучше встану скаутом. Так. Так, мистицизм открыли, в политическую философию пошли. А, слушайте... Серьезно, военный лагерь не ускоряет трудовую повинность? Постройте любой специализированный район. Ну, вот же, вот же. Специализированный район. Военный лагерь. Может, он у Вьетнама не считается специализированным? Замещает военный лагерь. Уникальный... Специализир. А-а-а! Не является специализированным. Видите, написано. То есть, конкретно у Вьетнама военный лагерь не считается специализированным районом. Прикол. А военный лагерь считается специализированным. Да. Прикол. Вот это прикол. Ну, немножко в баланс умеют Фераксисов. Ну, это было бы слишком круто, конечно. Иначе. Отлично. Этот меня радует. Ну как? Как игрока за вид нам не радует, что я не получил вдохновение? А как любителя баланса в пошаговых стратегиях радует? В моих силах... Ну, ладно, ты можешь тут... Я понял. В твоих силах меня уничтожить. Я понял. Согласен. Ты можешь меня уничтожить. Не уничтожай меня, пожалуйста, великий Камурапи. Ничего не имею. Согласен полностью. Все. Ты силен. Мощен. Могешь, так сказать. Всадник. Один ход. Так. Продолжаем сюда подходить. Ну, я бы реально вот сюда вставил. Ага, и вот как раз лояльность. Отлично. Идем сюда. Да, тут хороший город будет. Жалко янтарек в четвертом радиусе, но в итоге мы доберемся до него, мне кажется. Тут, правда, сложновато будет уже от Колумбии отбиваться. или даже я в военный лагерь пойду, встану им. Ну, тут стоит уже вперед идти потихоньку. 23 плюс 6 трудовая повинность. Да, видите, сразу. Помните, вот компьютер мне предлагал идти так, потом так, потом так. То есть, это три хода было бы. А так я сюда встал, и за счет ускорения, из-за того, что юниты Вьетнама быстрее двигаются, если начинают ход на лесе, то вот я за два хода добрался. А это каждый ход в пошаговой стратегии важен. Потеря хода, потеря темпа. Всадники, 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 молочки. Я вот просто думаю, после всадников мне опять начинать поселенца строить, или вот тут бы еще посмотреть, да? Ну, тут вот как бы предварительно давайте поставим, но тут тут я город поставлю всегда. Тут явно никто не претендует, тут очевидно море. Уже. Океан. Океан морской. Можно жить с такой кучей долгов. Ну как? Тут со мной воюют. Как? Как можно жить с такой кучей долгов? Угадай. 340. Вавилон. Ну вот, 42-31. То есть я сюда встану. Ну что там у Вавилона может быть, да? Какие там у него могут быть? Тут я не знаю. Ну в порох он вряд ли вышел. Он не может в порох выйти. Построить оружие. Хотя может. Ну, он не может мушкетера строить, потому что у него селитры не будет. Хотя может. У него может быть... Давайте глянем, подождите. Подождите. нету. По идее, конечно, если бы человек играл, то он бы уже так вышел. За Вавилон именно. Так, вот у нас тут главнокомандующий. Мануэль Пиар. Вообще без защиты ходит такой. Типа ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я Мануэль Пиар. Подходим, подходим. Ну я тут хочу ставить. Не знаю. По-моему, нормальное место. Затаплить можно, правда, периодически, но в принципе ничего так. Давайте я, наверное, скаутом пойду вот эту еще территорию поисследую. Так, тут начнем с красителей. Обработку. Будем следить здесь за юнитами. Тут мы лечимся. Я думаю, скакать мне сюда или я думаю скакать. Так, чувак, ты еще не созрел? Созрел. Чувак созрел на мир. У него уже туринская плащаница есть. Так, а ты мне заплатить, кстати, не хочешь? Нет, не хотит. Ну, я не знаю, давайте еще ход, наверное. Я думаю, что я могу кинуть ее юниту ему еще поубивать, чтобы он не выделывался потом. Так, здесь. Что, впереди корпорация красителей, например. То, что она дает 20% веры, это мне, конечно, хреново. Не очень прикольно. Ну, нафига мне вера, честно говоря. Так, ну что, мне кажется, одного всадника достаточно. Давайте все-таки поселенцев. Здесь, стрейд, тут нужен монумент, несомненно. Я боюсь, что я в следующую эпоху в темный век свалюсь. Так, тут стоим. Он, скорее всего, будет атаковать этим, мне так кажется. И хана ему тогда от лучников достанет. Так, тут у нас рост производства. 7,3. Подождите, а если вот так сделать? Все равно 7,3. Ладно. Тогда оставляем. Не, слушай, давай мы тебе лошадей продадим. Хочешь? 10 лошадей. У тебя нету лошадей, смотри, чувак. Чувак, ты очень на цыгана похож. Я уверен, что тебе... Блин. А Вавилон, по-моему, за соточку купил. Да, за 50 готов. Хорошо, а за 75 за 75 не готов, а за 67 готов, а за 72 ну, продам, продам. Я думаю, что мне надо... Так, у меня есть лишние красители, но я бы ими, конечно, лучше торговал для счастья. Нет, нет, нет. 10 железа мы не продаем. 10 железа мы стопудово не продаем. А нет, не атаковал. Ладно, подходим. Продолжаем подкрадываться. Я просто, я бы покачал своих лучников. Вы же понимаете, что это будущие уникальные слоны. О! А тут мы... Слушайте, тут хорошие города становятся, да? Тут что у нас с лояльностью и тут нету. Ну, вот тут еще места у нас, так. Встанем в город, так, на всякий пожарный. Или поскакать вокруг Вавилона, или вот сюда поскакать вообще. Слушайте, 31, я не знаю, как пока, это никак не берется. Конечно, правда, за Вавилон можно себе представить крутые юнит. Тут я пока стою, потому что я не смогу сейчас осудить еретика отсюда, а вот эти сейчас подвинутся. Уже все религии основаны. У меня еще соседей основал, кроме Колумбии. Галя основала даосизм. Слушай, вот у тебя и Вавилон протестантизм. Слушай, Вавилон, у тебя в соседях есть Гал, который основал религию. Какого хера ты ко мне ведешь миссионеров? Это, с другой стороны, мне не жалко. А у Галли что все чудеса света плюс 4? Ну, тоже такое. А у протестанта реликвии утраивают получаемую веру. А у него уже есть реликвия? Нет у него ничего. Не знаю, зачем компьютер это взял. Ну, взял и взял. Кто я такой? Да, знаете что, давайте я апну этого влучника. Пускай ускорим машиностроение и там наш уникальный юнит просто все-таки. Короче, у меня сейчас пока идея такая. Открываем деньги, ставим ЦК в центры коммерции. Копим кучу денег в это время, пока идем потихоньку в слонов. В это время ставим тут и тут города, выходим в слонов, убиваем Колумбию. По-моему, офигенный план. Пойдем пожалуй бананы обработаем. Он же как раз бананы, да, хочет присоединить. Да. И это будет быстрее, чем 9 ходов, потому что построится монумент. Как понимаешь, многие не в курсе, что скорость присоединения клеток зависит от того, сколько культуры город вырабатывает. это нигде не написано реально. Куда вы отходите все? Только вот, только подходишь убивать и они все сразу куда-то уходят. Никто умирать не хочет. Никто не хотел умирать. А комиссионеры все отошли. Так, а вот это что за тяжелые колесницы гальские? Ух ты, Сингапур. Ваши города получают две единицы производства за каждый из торговых путей к другим цивилизациям? Так, я хочу быть союзником Сингапура. Как у него задание? Подготовьте военный юнит катапульта. 355. Сила. 355 сила этих галов. Так, тут город уже никуда не влазит, да? Да. То есть как раз вот тут и вот тут город становится. Это пять городов. Тут шестой в принципе. Ну, то есть места есть и вот тут еще куда-то влезет. Очевидно. надо бы уже соображать куда центры коммерции ставить. наверное, в Тхалонге я бы сюда поставил. Кстати, тут еще прикол, тут же не только прикол в том, что надо именно на этих лесах ставить, но дело в том, что все получается районы эти леса не уничтожают. Они их не уничтожают. И соседство, например, для кампуса от тропических лесов, например, вот здесь, да, например, себе сюда что-нибудь другое поставило, там, какое-нибудь другое, то есть соседство для тропических лесов никуда бы, от тропических лесов никуда бы не делать, или там для священного места соседства от тропических лесов. То есть это в некотором смысле даже плюс для Вьетнама. Если, конечно, эти леса есть. Если их нету, то ты просто сидишь до средневековых ярмарок без районов. На божестве вы, правда, будете и так сидеть без районов, потому что вам придется юниты строить и воевать. Тут как бы... А, меня тут Венеция мочит, блин. Думаю, кто... Что? Что происходит? Так, то есть от галов я, видите, защищен Сингапуром пока что. Мне кажется, галы Сингапур снесут мне такое ощущение. А валетту вон сносит этот... Вавилон. Так, вон сверху протестанты пошли. Причё ты к шенгете криво поставил? Ему надо было ниже куда-то ставить, очевидно. Я бы здесь влез. Просто такой бред. Так, сколько теперь? Два хода. Ну, постоим пока. Деньги один ход. Слушайте, а давайте мы отложим? Просто тут производство отложим. И сразу начнем ЦК ставить. Так, то же самое касается Тхалонга. Игра мне предлагает... Ну, в любом случае нам пока сюда куда-то идти. Здесь, очевидно, будет кампус. Поэтому пока обработаем вот этих... Эти бананы. А тут надо будет идти бананы вырубить. Я открыл, чем бананы собирать. По-моему, это здесь, да. Позволяет собирать бананы, да. Открыто. Ну, не знаю. Может, пойдем... Пойдем уже сюда. Посмотрим, что тут. Пробую же знать. Конкретно город ставить. Нет. Блин, я хотел Жикардев засоюзить. Забыл совершенно. Как раз увижу территорию. Можно будет туда не идти. О, бухта Холонг. О, да тут, ребят... Тут, конечно, не сюда надо будет ставить, а сюда. Да, тут прекрасный город будет. Ну, и киты, тем более, есть. Кайф. Кстати, а вот Кардив... Блин, а что он не... Ну, Кардив, кстати, можно захватить, я думаю. Вот Кардив как раз имеет смысл захватить. У нас тогда два кита будет. Это уже корпорация. Не корпорация, а предприятие. Вон там где-то третий кит. Китенок. Кстати, у нас еще две лисицы, по идее, будет. Да, вот раз и вот два. Ага, янтарь еще здесь. Кайф. Нет, вот это хороший город будет. Очень хороший. Еще и лошади. Ну, тут скорее лошади для этого города. Так, ну... Прям... Все не так уж плохо на сегодняшний день. Отбились от этого придурка. Ну что, делать сразу еще одного поселенца, я думаю. А, нет, откладываю производство. Я хочу центр коммерции сначала. Везде откладываем. Во всех городах. На один ход отложить производство можно. Для этого нужно Shift-Enter нажать. Так, он уже хочет мне заплатить даже. Ну, наверное, стоит уже принимать, я думаю. Ладно. Пора. Да, валеток это тяжело. 42 силы. Это тяжеловато будет. Так, мы вышли в следующую эпоху. Содержание юнитов. Давайте, наверное, содержание юнитов поставлю. Ага, поселенцев. Поселенцев. Тут пока заменю на производство. Чтобы центры коммерции быстрее построились. Так, смотрим. Здесь. Да, видите, только в лесах ставятся. Ну, давайте думать. Типа здесь или здесь. There is a question. There is a question. There is a question. Ну, давайте сюда. Так, 9 ходов. Дальше пингалу прокачиваем на науку. Что у меня кампуса не скоро появится. Значит, здесь. Я думал, сюда центр коммерции, по-моему, да? Просто тут холм. Не хочется холм забивать. Поэтому давайте сюда. Так, а в Куанг-3? Ну, сюда. Чтобы они соседствовали. Ну, тут к Женю холм. Но по-другому никак. То есть, лучше было бы, конечно, сюда. Чтобы плюс две культуры было. Но не в этот раз. Ладно. Так, тут плантацию ставим. Тут город ставим. Следуем где там Колумбия. А вот она. Нормально тут территория с геотермалочками. Просто, просто с ничего плюс четыре. А тут еще может какой-нибудь, знаете, риф барьера. Вообще какой-нибудь на плюс шесть там. Кстати, тут я, видите, не могу ничего построить. Ни один лагерь. Ни один район. Потому что... Ну, потому что не могу. Давайте со строителя начнем, да? Что у нас с ресурсами? Поторговать с кем-нибудь можно, чтобы счастье покровить? Вот, гипс с Вавилоном. А, у него красители есть, блин. У него есть красители. Жопка. Жопка-попка. Так. Псадники скачут. Валет-то атакуется. Ну, это что такое? Офигенная атака, конечно. Конечно, одним копейщиком и одним тараном. Так, тут стоим пока. Что ж, тут надо подумать. Ну, мне кажется, что стоит все-таки куда... Или через реку поставить сюда. Будет зависеть... Да ничего-то не будет зависеть. Надо через реку ставить. Раз, два, три. Да. Сюда надо ставить. Конечно, немножко... Унылые территории. Но, в принципе, на будущее... Нормально будет. И вот перцека здесь ставится, да? А болот... Смотрите, а болот... Режи на болоте? Нет, это пойма. Это все пойма. Еще болот... А, во, болото. Кстати, вот это болото надо тоже использовать тут же. Ммм... Вот, в хуалы надо... Центр коммерции как раз на болоте ставить. То есть все здания в нем будут производство давать. Это способность, да? Да. Ну, тогда, конечно, в этом... Вот еще какие-то болота. Но в этом будет тогда ЦК. Здесь было бы круто поставить. Ну, третий радиус-то хрен. У нас денег будет выкупить это все. Давайте вот эти... Дешевые тихи, пооткрываем астрологию, колесо. Потом обработку железа. Вообще, надо как бы в слонов идти, как я и говорил, да? У нас все ускорено для этого. Сейчас, зашибись. Вот, видите, мы улучшили... Странно, почему только сейчас... А, потому что я только сейчас деньги открыл. Поэтому пишу, что я могу предприятие строить. Ну, давайте думать, что в Тхалонге, собственно, никакое другое предприятие не смогу построить. Я не верю в астрологию. Я Саджитариус, и мы скептики. Так, это мы открыли. Это мы убираем. Опять он идет своими апостолами. Дождалась такая. Я хочу вас в свою веру обратить. Интересно, куда он этого посела ведет? Тут уже некуда ставить. Нет, точнее, как некуда. Конечно, вот сюда есть, но я тут как город поставлю, то ему будет некуда. Если только сюда он бахнет. Если сюда бахнет, надо будет быстрый янтарь выкупать. Так, а тут пошли бананы собирать. А, это вот уникальный. Я хотел сказать, нифига себе, у него уже летучие отряды. А это уникальный юнит. Всего лишь. Блин, у Вавилона 53 науки. Ну, вы же понимаете, что у него, типа, все тихие открываются в два раза хуже. Да, зато у него все равно в два раза больше тех, чем у нас всех. Да, это охренеть. Нет, ну, я бы хотел, чтобы меня скорее Вавилон обратил, чем Колумбия в свою религию. Так, что у нас тут с ростом? Производство рост, ничего не залочено. Производство рост, ничего не залочено. Та же самая фигня. Не, ну, в принципе, кстати, место старта оказалось довольно неплохим в итоге. Особенно, исходя из войны с Колумбией. Колумбия даже развивается, типа, наравне со мной, а для большинства, как вы понимаете, это просто фейл. А, ну да, риф. Блин, кайф. Вот тут плюс шесть кампус, да? Три геотермальных источника, я такого не видел еще. Так, ну, я думаю, надо возвращаться. Я бы вообще, на самом деле, эти все юниты теперь... Не, наверное, просто у столицы надо держать. Я хотел сказать, надо к Вавилону идти, но я не факт, что Вавилон нападет. Я так понимаю, что он не особо... То есть, Колумбия, у нее там прописано, что она такая агрессивная. Монголы тоже агрессивны, да? Ацтеки агрессивны. Телумали, Кассандр Македонский агрессивный. А Вавилон вроде держится. Не дает себе с ума сойти. Да, давайте. Блин, 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 блин. Пойма. Он может поставить город. Знаете, я все-таки здесь ставлю город, потому что иначе Гал поставит. К сожалению. Я бы, конечно, лучше тут поставил. Но тут тоже нормально. Че уж тут. Выделываться. Тоже нормально. И больше ему ставить негде. То есть, он только если сюда сейчас поведет. А эти клетки может забирать. Ну, конечно, янтарь еще был, правда. Жаль. Но я не могу. Если я сюда перепрыгнул... То есть, мне надо еще два хода ждать. Понимаете? То есть, я только в следующем ходу смогу перепрыгнуть. И потом еще только ставить. А он уже следующим ходом может поставить. И тогда мой город никуда не влазит. Поэтому надо было ставить. Так. Рынок даст. Ну, тут, кстати, не написано. Но, по идее... Вот видите, леса. Так и остались леса. Вы не смотри. Это чисто вьетнамские способности. Потому что все остальные цивилизации... Это все... То есть, лес был бы удален. Так как тут лес, то мне рынок, по идее, должен будет давать одну науку в ход. Сейчас посмотрим. И торговать все еще не с кем, да? Так, в Сайгоне. Может, в Сайгоне с монумента начать, а не с рабочего? Потому что... Ну, тут, может... Хотя... Не, давайте все-таки с рабочего. Не думаю, что галы вот... Скорее, хуалы... Хуалы. Нужен монумент. Ух ты, сколько там миссионеров. Сука, вообще, веры в ход у... У всех. Так, сейчас я правительство приму. 36 у Вавилона. Два... Вот, смотрите, 20 веры в ход. Как он может столько миссионеров иметь просто? При 20 веры... То есть, миссионер сколько там изначально? 60 стоит? 70? Он даже ничего не принял на снижение стоимости, ведь так? И у него уже такой миллион их просто. Ну, это ж нереально. Опять начинает утрачивать лояльность, блин. Ну, потому что несчастье началось. Да, слушайте, у меня с этим городом будут проблемы в темном веке. Мне нужен, по идее, все-таки вот сюда какой-то город стопудово. Чтобы они влияли. Блин, печалька. Ну, мне юнит надо все какой-нибудь поставить еще. Так, значит, собираем бананы. Тут у нас потом кампус будет. Блин, а он еще... Тут еще и религия. Вот если Вавилон обратит в религию этот город, вообще... Короче, мне нужен... Мне, очевидно, нужен сюда... Этот... Губер. А где мы его тут можем открыть побыстрее? Только в оборонительной тактике? Далековато. Не буду врать, далековато. Давайте, может... Хотя бы дуболома поведем. И в мечника его апнем там. Так. Ну, античную республику. Я тут не воюю ни с кем, чтобы олигархию брать. И вроде не собираюсь. Блин, ну мне даже хотя бы в нормальный век тогда, что ли, выйти. То есть мне тут темный очень не хочется. Очень, очень, очень не хочется темный. Так, два влияния. Производство юнитов я никаких не... Ну, содержание юнитов, наверное, все-таки стоит поставить. У меня тут довольно много юнитов идет, да? Пока поселенцев не строю, я строю... Давайте, может, 30... 30 настроителей. Да. Я пока строю коммерческие районы. Центры коммерции. Ух, тут еще черепашка, правда, в четвертом радиусе. Ну, по идее, конечно, тут два города можно вместить. Блин, если бы тут город доставал и мог вот тут кампус поставить, я бы, может, и подумал о двух городах, но... Но тут точно сюда надо ставить. Что, вот тут... Это болото надо бы оставить на всякий, на какой-нибудь... Да даже не на какой-то тут, а можно... Священное место будет поставить. Короче, ладно, подумай еще. Ну, еще 17 ходов до следующей эпохи, по идее. А, нет, 9. Ну, пока в темный радост. Ну, вообще, по идее, я, наверное, успею открыть... 8, где как раз 9. Ну, даже, скорее всего, быстрее будет, потому что тут у меня больше будет науки. Скорее всего, успею открыть слонов, если что, в них апнуться. Просто я думаю, что тут как бы в темный опасно. А вот это... Хотя, с другой стороны, я губера посажу. Это, ну, прилично лояльности будет. Плюс еще тут нету... А, нет, есть. Этот монумент есть. Миссионеры до осизма идут. Даже не знаю. Я даже не знаю, какая религия... Ну, вообще, сейчас я вот начинаю думать, что не очень бы... Мне бы не хотелось, чтобы Вавилон разносил свою религию. Чтобы не отваливалась сильно. Да, вот эта, конечно, лояльность не радует совсем. Так, тут на производство, несомненно. Переключаемся. Кстати, мы еще с вулканами... Я пойму, Валетта тоже отваливается по лояльности? Я такого не видел. Подождите, я не видел ни разу, чтобы... Город отвалился... Город-государство отвалился по лояльности. Нифига себе. Блин, тут за... Замуровали демоны. Слушайте, тут вообще как-то горами не пройти к Вавилону. Ух ты, два кита. То есть... И третий, например, здесь, если я карди решу захватить, да, получается, корпорация еще на китов. А что у нас киты дают? Плюс 30 производства при создании военных юнитов. Найс. Вот это круто. Это круче, чем 20%. Кстати, я же хотел тут вот корпорацию сделать. Давайте как раз. И это тоже, по-моему, очки эпохи. Не корпорацию, извините, предприятие. Это еще не корпорации. Корпорации только после открытия экономики будут. Это просто предприятие, но оно хороший плюс дает. Их надо все равно ставить обязательно. То есть, два ресурса, это круто. Кстати, тут еще ресурс. Блин, как-то тут... Блин, может вот сюда все-таки город ставить? А да, только одну бухту. Просто тогда я доберусь хотя бы еще до одного кофе? Или все-таки тут два города ставить придется? Блин, тут непонятно реально. О, обратился в протестантизм город. Сейчас еще выше будет отваливание. А нет, плюс ноль стало. Наверное, из-за роста. Так, там у нас арбалеты идут. Ну что, валетту заберут? Так, и слушайте, вот если он забирает валетту, еще хуже этому городу станет. Да, тут у меня проблема с Вавилоном. Ну что, наверное, с Вавилоном придется. Блин, а как с ним воевать? У него там сила даже с своими этими лошадьми. Своими, точнее, слонами. А нафига мне вот забирать Колумбию, если так по-хорошему? Тут же у нее... Ну, она выглядит фигово. То есть, если воевать с слонами, то с Вавилоном. Реально. Следующим ходом апну в мечника. Так, а что я тут скаутом, кстати, стою? Стою скаутом и следую лучником. Нормальный вообще? Так, делаем предприятие. Видите, две пищи, два производства и одно золото. Это уже к этому, что тут имеется. Плюс 20... Ну, тут, конечно, веры мало. Плюс 4, то есть, плюс 1 будет. Да, видите, плюс 5 стал. Но клеточка приятненькая, да? И предприятие... Ну, пока это просто вот... Бонус в процентах какой-то дает, и все. Давайте, наверное, пока сюда пойду дуболомом. Тут сюда тоже надо город ставить, конечно. Да, но мне нужны города. Давайте... Ага, у меня не стоит на поселенцев. Мне надо что-то открыть, чтобы поселенцев... Делать. А у меня ничего быстро не откроется. Строительство исследовать. А строительство у нас... Исследуется, если... Водяную мельницу. Так, значит, тут давайте водяную мельницу. Откуда я хочу... Наверное, из хуала я хочу отправить торговца. Да, теперь я хочу посмотреть, что у меня рынок дает науку. А, культуру. Просто в лесу культуру дает. Стоп, а вот это что за плюс... А, блин, конечно, это этот золотой век. Как его? Вольнодумство дает науку от центра коммерции. Ну, немножко у меня тут наука. Это всего семь ходов поработает, к сожалению. Не, ну, Вольнодумство я правильно взял. Что там еще было? Монументальность точно нафиг надо. Первое в мире промышленное производство. Это к вопросу, вообще, умеет ли компьютер этим режимом пользоваться. Потому что я когда на Князе вот знакомился с патчем, захубилая, никто, ни один из компьютеров вообще ни производства, ни корпорации не сделал. Теперь вопрос. Валет-то захвачено. А, он вообще ее уничтожил. Нифига себе. Вот это ты сурово. Так, и вот эти арбалеты вокруг меня мне очень не нравятся. 55 стоит. Просто... Слушайте, ну это хорошо, что он уничтожил ее. Иначе у меня было бы тут проблемы с Куанг-3. Я не знаю, а что он ее уничтожил-то? Сам город поставит. Ну, в каком-то из патчей реально это поправили. Там было, что компьютер просто все города, которые захватывал, он оставлял. А теперь он их как-то, исходя из логики своего поведения, и не поведения даже, а где он может районы поставить, он решает уничтожать или оставлять город. Слушайте, у нас теперь появилось место, куда город поставить. Подождите-ка. Вот сюда, например. Или даже сюда. Тут, знаете, ну тут слишком большая лояльность. Нелояльность, скорее, будет. Вот из-за городов Кельта и Вавилона. Кстати, сюда поставить вполне можно. Так, игры-развлечения отложим. Что я их сейчас ускорю. Чуть ли не следующим ходом похоже. И открываю строительство. Нет, не следующим ходом. Нет, или даже следующим, потому что там 60% будет плюс. Так, тут все еще в столицу. Хм, подождите, а вот мне нравится вот эта дорога больше. Давайте в Конг-3 лучше отправим. А, тем более тут больше производства. Блин, тут такие горы. Тут, похоже, Колумбия отделена всех остальных тоже горами. Ему чисто со мной воевать. Интересно, конечно. Тут обращено в даосизм, но он не может удержаться, потому что, очевидно, тут колумбийский католицизм действует, да? А тут обращено в католицизм, но он не может удержаться, потому что тут действует протестантизм вавилонский. Ну и здесь не может удержаться протестантизм, потому что на него действует и католицизм, и да, еще тут будут религиозные войны на моей территории очень серьезные да, кампуса, кстати, хорош дайте глянем плюс 3 плюс 3 плюс 3 ну плюс 3-то нормально плюс 3, плюс 3 а здесь плюс 5 плюс 6, вау я тут, конечно, после рынка надо будет сразу кампус делать просто плюс 6 о! уже хаммурапи более-менее даже уже не куда он на армию дел, кстати у него было там под 300 строительство ускорено так, тут продолжаем драму и поэзию пока тут отбегал караванчик давайте давайте из Сайгона все-таки на производство и я так говорю, следующим ходом мы блин, два хода требуется хватит ли вот хрен, выглядит как будто не хватает честно говоря, то есть надо ли а я хочу с карточкой уже делать поселенца амбар нет тань нет может кампус тогда начать не знаю, хочется почему-то тут кампусу кстати, на тропическом лесу тут правда тоже на тропическом лесу так тут куда-то армия неужто Вавилон будет объявлять войну кельтам это же так здорово мне кажется тут какой-то юнит стоит а, там вообще лес ой, гора так, отлично давайте сразу делегацию к нему чтобы улучшать отношения ну, будет тяжеловато воевать с Вавилоном понимаете он вот из-за этой способности а вот скалу ну, во-первых, сначала мы просто кардив захватим начнем с этого блин, мне надо сюда к центру коммерции сколько стоит клетка? 40 давайте подождем один ход ничего тут не будем строить лучник стоять ли мне тут лучником? я думаю ну, вообще надо уже решать куда отправлять лучников просто потому что слоны довольно скоро я бы, конечно, с кардивом тут куча у него юнитов во-первых, их все по-чикал я уверен, что я уже с Вавилоном вот, ну, как минимум сейчас не буду воевать хотя, знаете, с компами нельзя никогда загадывать у них в башке опилок больше чем у Винни-Пуха то есть пока давайте лучников в Чакье переводить есть куда-то проход да, и тут ничего не строим откладываем производство на один ход ну, просто чтобы вы видели что откладывается вот давайте глянем центр коммерции 9 ходов да производство здесь 8 вход следующим ходом по идее ему нужно 65 производства то есть тут 72 должно быть следующим ходом 8 написано вот этого дуболома можно и здесь подержать кстати нельзя же не верить ни во что обратить свой народ к свету ну как вы что тут поприносили уже религии немерено что ты прикалываешься что ли вы уже все все города во что-то верят ага, брать отлично ставим ставим на поселенцев вместо содержания а по-моему минус 5 шло так что мне нужно и строителей тоже делать 4 все-таки вход нормально это терпимо так теперь смотрим что здесь стало 8 ходов как я и говорил покупаем клеточку ставим сюда потому что здесь здание будет производство давать знаю что районы Вьетнама ставятся на тропическом лесе на обычном лесе и на болоте на болоте оно дает производство игры развлечения ускорили значит дальше идем в оборонительную тактику может мы ух ты мы даже можем начать дружить отклонено и со мной со мной бородач дружить не хочет так открытые границы его устраивают он даже мне готов заплатить нормально кстати надо бы ресурсами торговать раз уж мы так дружим пока не дружим но в принципе я бы ему лошадей а у него нету у него нету денег вход так хорошо давайте тогда кельтом продадим прошлый раз он за 72 готов был купить да не сейчас он что-то меньше хочет да блин серьезно ладно а железо 6 денег вход это типа 180 ну давайте кстати я не думаю что он он не будет со мной воевать так что с боливаром у него дофига денег давайте лошадей ему продадим тоже 6 вход но вот ему бы я все таки одномоментные какие-то деньги потому что не верю 72 ну 72 да это сколько типа 6 вход это 12 12 ходов да и 80 готов и 900 не хотел платить блин почему нельзя сделать так чтобы я вот хотел если одномоментный сколько он сразу предложит чтобы не проверять вот это все так заодно проверим ресурсы только все еще гипс а соответственно красители у камурапи есть то есть а может открытые границы взять с кельтом причем кельтом все с галом смысле ты хочешь бесплатно проход чтобы был ну хотя бы 5 монет ты дашь готов дать ладно давай так немножко выцеганили денежек все открытые границы и с вавилоном и с галом есть значит из сайгона в куанг 3 пока у нас ходов до следующей эпохи 4 и мне не хватает до нормального века 5 очков ну например мечника можно сделать да это 4 очка и в слонов я все-таки выхожу да давайте тогда деньги на слонов подержим это 4 очка будет может еще встретим кого тут давайте наверное сначала камень обработаем а потом пойду алмазы о тут какое-то чудо сейчас будет еще эггэшка культурная хотя может это извержение было нет чудо отлично отлично да да гарарайма кстати офигительное чудо видите сколько всего дает один посол у меня есть но пока никуда не отправлю кумаси кстати кумаси то тоже офигительный слушайте а вы знаете а вы знаете вот если например союзить кумаси и союзить шингети это будет очень неплохо плюс веры и культуры на самом деле а вообще реально их под влиянием один посол а кумаси три посол ну да там там еще неизвестно мы сейчас может кого-то встретим тут рынок конечно же чудо производства тут мало ну вот тут реально мало в этом городе византия автократ 3633 нет ну нет ну как так-то да да с какого хера да мы же так хорошо я не понимаю почему взял на ровном месте мне войну объявил ну у меня через два хода мои боевые вьетнамские слоны я не знаю что он будет с ними делать и как как вообще с этим можно воевать но мне кажется это отличный момент для окончания серии блин только вот прям прошлым ходом все улучшилось я ему даже вход продал то есть а может это как раз это и повлияло на его желание мне войну убить то есть я ему продал того ресурса которого у него не было я только не помню что именно уже по-моему все-таки лошадей он что-то там апнул да судя по тому что у него этих лошадей и нету уже и такой и все и в себя поверил такой все хана тебе е-мое грубо говоря я сам себе сейчас войну привез получается кайф кайф просто кайф ну на этом все продолжение в следующей серии спонсоры могут прямо сейчас попробовать его во вкладке сообщества найти для всех остальных она появится завтра играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока спасибо 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 Продолжение следует...